Благословение Господне, покров Царицы Небесной и молитвы святителя Мартина Исповедника, покровителя нашего храма, да пребывает со всеми нашими богомольцами. Завтра, но уже сегодня, потому что накануне праздничного дня мы совершаем уже богослужение, дня который идет следующий, по библейскому принципу, и был вечер, и было утро, день един, мы совершаем празднование великих вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Анны Златоустого. Господь на протяжении разных времен, веков воздвигал себе служителей. И как Он некогда воздвиг этих великих святых, так в разные периоды жизни Церкви Господь воздвигал мудрых, опытных пастырей, таких как святитель Мартин Исповедник, такие как наши русские святители, московские святители, мощи которых находятся не так далеко от нас в Московском Кремле. Наш же с вами храм. Интересно, что священник в описи храма, которая проводилась примерно в 1870 году, пишет о том, что храм новый, ничего старинного в нем нет. Это сейчас для нас такая вот старина, древность. А тогда вот почти в конце 19 века было так. И надо сказать, что с нашим храмом связана судьба одного замечательного русского святого, святителя, и даже не просто святителя, а равнопостального. Таких людей не так много. Мы во время наших молитв вспоминаем равнопостных, Мефодий, Кирилл, учитель и Славянский. Вспоминаем, кого из равнопостных мы еще вспоминаем? Святую Ольгу, святого Владимира. Но также есть замечательный наш с вами соотечественник, святитель Николай Японский, которого мы чествуем в лике равнопостных. Я не буду углубляться в его биографию, о нем я решил вспомнить, потому что на следующий день после праздника Сретения совершается его память. И вот святой равнопостный Николай, будучи уроженцем Смоленщины, а в духовную семинарию Смоленскую, он шел почти 200 километров пешком из своей деревни. Такая была у него ревность к учебе. Вот святой Николай равнопостный, закончив семинарию и говоря духом о просвещении дальних народов, попросился на служение в далекую Японию. И вот там, в далекой Японии, он совершил подвиг, за который церковь и причислила его не только к лику святых, но и прославила как равнопостольную. Потому что в конце его жизненного пути, в начале 20 века, японская православная церковь насчитывала множество храмов, священников, тысячи верующих мирян. И все это началось с одного зерна, которое было брошено в японскую землю в лице святителя Николая. Но любому, даже такому талантливейшему человеку нужны помощники. И кто были его помощниками? Среди его помощников мы находим прихожанина, старосту нашего храма Алексея Михайловича Полежаева, который своими средствами, своим добрым расположением, своими связями помог молодому священнослужителю организовать духовную миссию в Японии. А надо сказать, что русский купец, через два дома от нас как раз находится усадьба Полежаевых, русский купец, он понимал, как бы в кого вкладывает и что вкладывает, потому что равнопостный Николай был очень ревностным человеком. Одного того упоминания, что когда он учился японскому языку, он сразу нанимал несколько педагогов. Такая у него была ревность к знанию. И занимался сначала с одним, тот уставал, с другим педагог уставал, не ученик, другой, третий. На протяжении 30 лет каждый день, за исключением дней великих праздников, вечером к нему приходил переводчик, его секретарь, и они вместе переводили на японский язык Священное Писание, богослужебные тексты. 30 лет. И вот мне хотелось бы зачитать небольшой фрагмент из письма равнопостному Николаю Японского к старости и благотворителю храма святителя Мартина Исповедника на Таганке Алексею Михайловичу Полежаеву. Оно датировано 22 мая 1871 года. Добрейший и многоуважаемый Алексей Михайлович, издалека-далека, с другой части света несется к вам моя глубокая, искренняя благодарность за ваше истинно доброе и многополезное участие к японской миссии. Вы не знаете, как оно дорого одиноким труженикам на краю света. Трудиться и не видеть за собой никого, кто в случае нужды помог бы и подкрепил бы или нравственным участием, или материальную помощью. Это может ослабить хоть какую энергию усердия, но трудиться и видеть за собой силу, которая в случае нужды всегда готова ободрить, подкрепить, поддержать. О! Тогда никакой труд не тяжел. Тогда жизнь, сто жизней готов будешь отдать на труд, о котором притом знаешь наперед, что он не противен Богу. Не знаю, добрый Алексей Михайлович, расположены ли вы еще, если бы потребовалось помогать миссии, материальной помощью. «Один Бог знает сердце человеческое, но да благословит вас Бог за то, что вы уже сделали для миссии. Да благословит Он вас за материальное пособие, оказанное ей, а паче всего за ваше доброе сердечное участие. Оно, участие ваше, ввело меня в круг лучших людей Москвы, лучших в истинном значении этого слова, благочестивых, более близких к Богу. Оно указало мне всю великую нравственную и материальную силу, которая стоит за теми, кто трудится для Слова Божия, всегда готовы дать надежду и вдохновение. Благодарная молитва моя за вас всегда будет возноситься у престола Божия вместе с лучшими и необходимейшими молениями». Так начинал свое письмо архимандрит Николай тогда еще в 1871 году. Когда будете выходить из храма, то справа от входа увидите разножечку, на которой находятся вот эти листовочки. И если вам будет интересно, дочитайте это письмо до конца. А на последней обложечке как раз вы увидите портреты святого равнопостного Николая и нашего с вами местного жителя, благотворителя, старосту нашего храма, Алексея Михайловича Полежаева, который не только благотворил таганки, не только благотворил неимущим людям в нашей местности, но и далекая Япония просвещалась благодаря его доброму участию. Вот она какая наша православная таганка, какая сила в ней. Возблагодарим Бога за то, что Господь дал нашему храму таких добрых попечителей и связал нас духовно с такими замечательными людьми, один из которых святой, уже прославленный, равноапостольный Николай Японский. Всех вас с праздником!